Блогер-путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластков, решивший обойти 500 городов России, в понедельник дошел до Ярославля. Путешественник признается, что на путешествие его вдохновила теория шести рукопожачей из популярного фильма «Елки». Однако из-за пандемии коронавируса от первоначальной идеи пришлось отказаться. Таким образом, Александру пришла в голову теория шести чашек кофе. Именно так он планирует познакомиться с Россией и ее жителями. «А идея пришла очень просто, потому что мы не деревья. Я решил, пора бы менять свою жизнь». В путь странник отправился 12 июня 2019 года, когда понял, что устал от работы за компьютером. Тогда, по словам путешественника, он обошел 150 городов и 350 населенных пунктов, преодолев 50 тысяч километров, 10 из которых на своих двоих, а остальные – автостопом. Тогда Александр прошел от Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Сочи, сменил 10 пар обуви и побывал на Ямале. «В прошлом году три месяца шел пешком, в этом году полтора месяца. То есть подряд в прошлом году 2400 прошел, в этом году тысячу километров. Ну, это есть принципы». До решения стать странник ОМОН семь лет служил в армии, где и привык к походным условиям жизни и многокилометровым марш-броскам. Александр рассказывает, что кофе – это единственное, без чего он не может обойтись. Поэтому даже его личный флаг – цвета этого бодрящего напитка. Сейчас Александр снова в пути, но его планы еще более амбициозные. Он планирует посетить 500 городов, а 100 из них буквально пробежать. Александр признался, что из-за этого ему приходится отказываться практически от всех своих вещей, оставив только самое необходимое. «Впоследствии я сниму всю эту одежду, деловую, спортивный костюм, даже шляпу сниму свою и побегу. Поэтому сейчас рюкзак – это просто вид ширма. Там ничего нет, кроме пасты, щетки, контейнера с мелочью». Анатолий Хвостик преодолел больше 2000 километров на мотоцикле, чтобы отметить день военно-морского флота в Санкт-Петербурге. 67-летний пенсионер из Краснодарского края проходил службу на флоте в Кронштадте полвека назад. Отметить юбилей с момента призыва в армию мужчина решил поездкой на место стоянки своих кораблей. «Я здесь служил, прослужил здесь три года. Ровно 50 лет назад я призвался. Я считаю, что служба – это подарок судьбы для меня был. Я всю жизнь службой дорожу. И самое главное, я приехал, чтобы сняться, сделать видео на Усть-Рогатке, где служил. И чтобы ребятам от меня, знакомые, мои сослуживцы, потому что уже никого нету. Может кто увидит меня, и мы соединимся». По словам Анатолия, этой поездкой он проверял не только собственные силы, но и выдержку своего аппарата. Так мужчина называет старенький мотоцикл «Ява» 1967 года выпуска, на котором он преодолел больше 2000 километров пути. Пенсионер рассказывает, что во время поездки машина подкидывала небольшие сюрпризы. То откажет реле, то цепь растянется. Но благодаря помощи других мотоциклистов с неурядицами удалось справиться в кратчайшие сроки. «Никогда не думал, что у нас такие хорошие люди в стране. Вот мотоциклисты просто идеально, я не знаю, или у них братская дружба, или я чем-то привлекал. Но вот только встану на дороге, сразу останавливается и спрашивает, что там случилось, туда-сюда, какая помощь. И, между прочим, выручает». Весь путь до Санкт-Петербурга занял у пенсионера почти 4 дня. Анатолий рассказывает, что добрался бы быстрее, если бы иногда не сбивался с пути. Единственное, что мрачило поездку – мужчину не пустили на парад. Потребовали действующий военный билет. Но даже это не смогло испортить Анатолию впечатление о путешествии. По словам пенсионера, он и дальше хочет ездить по стране на своем аппарате. Но слишком далеко – не загадывает. Говорит, время покажет. «Я планирую поехать, но не буду говорить, почему. Я не люблю болтать такие вещи. Дело в том, что у меня с супругой проблемы. Она меня болеет. Я не хочу далеко уезжать. Вот поэтому. А так, я, конечно, хотел бы поехать еще по родной стране». О своей поездке мужчина рассказал в Инстаграм. За публикациями следят больше тысячи подписчиков. Многие желают Анатолию успеха и удачи в будущих путешествиях. Азиатских цирковых слонов привезли в субтропики и вывели в лес рядом с селом Аштырь на окраине Сочи, чтобы они могли отдохнуть перед новыми выступлениями. На кадрах можно увидеть двух слоних – 20-летнюю Претти и ее 30-летнюю приемную дочь Марго из Китая. В Знойном районе для животных нашли пруд неподалеку от горного села. Там Претти и Марго наслаждаются водными процедурами. «Я на самом деле первый раз видел в своей жизни слонов. Для меня это не то чтобы уникальность, это поистине детские эмоции, когда ты видишь, ты взрослый уже достаточно человек, видишь вот это необычное животное, которое тебя заставляет испытывать просто максимум таких положительных эмоций». Животных на юг привезли дрессировщик Андрей Дементьев Корнилов и его жена Екатерина. Династия Корниловых работает со слонами уже 130 лет. Сейчас они гастролируют шоу «Девочка и слон», которое поставлено по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон». «У наших слонов всегда есть отпуск. То есть, когда мы работаем в каком-то городе, мы обязательно их вывозим на природу летом. Это стабильно происходит с понедельника по четверг. Наши слоны находятся на природе, гуляют в свободном доступе. Где-то в пятницу, получается, мы их купаем, моем, репетируем. Суббота, воскресенье они сработают». В Сочи пара не только ради отдыха. Они надеются закрепиться в регионе и открыть здесь парк слонов. По задумке энтузиастов, для животных можно создать огороженную территорию для свободного передвижения, без цепей и клеток. В свою очередь, посетители парка могли бы наблюдать за гигантами в природе и кормить их под присмотром специалистов.